Смотри, очень многих людей сегодня мне приходится консультировать как священнику и как психологу отчасти. Такое чувство, ну, конечно, вот сейчас кто-то нас смотрит, вот Илья так может, например, там есть люди, которые говорят, я маленький человек, я вообще никто, я не могу выйти на этот уровень, мне бы хотя бы себя как-то наполнить чем-то, служением, любовью, вниманием, деньгами, а вот на такой уровень-то переходить. Как этот переход-то осуществляется из обычного социального человека, который, ну, маленькая я так, мне, да, и побольше меня, и еще чуть-чуть, до вот так, вот это, ты это говоришь легко, ты оказался там, слышно, на втором этаже, скинул лестницу, а теперь лестницу прострой отсюда, чтобы люди-то как-то вот до этого понимания дошли. Потому что я слышу и чувствую, что у тебя это из опыта, ты это не теоретически говоришь, ты здесь очень предельно честен, я это слышу, но теперь нужно понять, как выйти из, я неудачник, я, может быть, недостаточно хорош для того, чтобы вот из маленького я в большое я перейти. Для этого нужно заниматься деятельностью, практикой, это нужно использовать знания. Когда человек меняет мотивацию действия, начинает действовать, он получает на уровне ощущений, чувственных ощущений, совершенно другое. Он чувствует это счастье внутри себя, он сразу начинает это ощущать. Когда он начинает служить кому-то, да, и действительно в любви, лучше начать с домашних, это более проще. Когда мне человек, например, спрашивает, как мне начать служить всему миру? Я говорю, пойди, помой посуду за маму. Вот оно, оно рядом. Не надо бежать в черный плащ, одевать и Бэтменом между небоскребами летать. Вот у тебя мама, вот папа, ближайшие товарищи, помоги им. Любое живое существо нуждается в заботе, в помощи, в любви, во внимании. Мы все хотим одного и того же. Дай им это. Вот и все. Помоги им. Возлюби как минимум ближнего. Да, но есть конкретные практики, которые объясняют очень важные и основополагающие вещи. Например, когда человеку говоришь, ты не есть тело, ты есть душа. Это может остаться на уровне ума и просто какого-то мозрительной концепции. Но есть практика, которая позволяет это ощутить на опыте. Например, практика осознанного сновидения. То есть, внетелесный опыт. Для этого, если раньше это испытывали единицы людей, которые попадали случайно в кому, без сознания и так далее, то сейчас есть совершенно конкретные техники, разрабатываемые конкретными людьми, мастерами по этому вопросу. Когда человек на опыте, по-настоящему понимает, вот я, а вот мое тело на кровати. То есть, он ощущает себя вне своего тела. Он понимает, что действительно есть душа. Что это не просто сказочки какие-то, да, там из каких-то священных писаний, которые все почему-то называют святыми. А это правда. Вот. Это можно пережить. И сразу же вся концепция мироздания у него внутри меняется тут же. Едва только человек получил опыт себя как души, сразу все меняется. Тогда ему уже не нужно ничего объяснять. Он всех людей начинает видеть по-другому. Он понимает, что все, что он видит, это просто костюм. Это скафандр. А то, чем является человек, сидит внутри. И меняется отношение. Меняется отношение даже к противоположному полу, да. То есть, человек уже начинает видеть не только это красивое тело, но пытается разглядеть за этим. То есть, как говорится, он начинает смотреть в глаза. Пытается разглядеть что-то там. Он уже на опыте знает, что это нечто сидит там. Он уже не засматривается так на пальто. Что является твоей ежедневной духовной практикой? Во-первых, я читаю мантру. Ежедневно. Причем, на самом деле, практика ежедневно очень нужна. Даже если ты понимаешь, да, что она не приводит к тем результатам, которые обещаны, например, там в конфессии, да, которые дают эти практики. Например, там, ну, у меня, например, там знакомая девушка, она, например, все время делает буддистские простирания, да, каждый день. Как поклоны земные. Это похоже, да, как земный поклон, да, только немного сложнее физически. Это действительно очень серьезная нагрузка. Она делает там порядка сотни этих вот движений, да, там читаешь мантру, делаешь простирание. И там порядка сотни в день ей нужно сделать 111 тысяч раз. Это примерно 5 лет ежедневной практики. Такое, это очень тяжело. Я, например, читаю вот ведическую мантру, да, там, то есть, вот, я читаю 7 кругов, 7 по 108. Это занимает практически час времени. Это тренировка ума, на самом деле, да, то есть, как бы, это мантра может быть любой. Это может быть православный, да, какие-то, вот, там, текст, да. Ну, да, молитва Иисуса. Молитва может быть, да, это может быть что угодно. Вопрос в том, что ты настраиваешь ум заниматься вот определенной вещью, да, то есть, ты постараешься задержать его, как говорится, быть его хозяином. Вот, держать его под контролем. И в божественном направлении. И в божественном направлении, все верно, да, в правильном настрое и быть, то есть, контролировать его. Вот такие очень простые практики. Из йоги, опять же, да, вот я, там, минут 40 у меня занимает, да, какие-то упражнения по йоге, просто для того, чтобы держать, там, тело, да, в каком-то порядке, там, чтобы оно могло служить исправно. Иначе я не смогу, да, например, там, вот так вот мотаться, спать по 5 часов и так далее, и с такой стукой деятельности производить. Питание, опять же, да, вот я там, ну, это не более, чем совет, да, например, там, что я уже 15 лет вегетарианец. И могу сказать, что вот посмотрите на меня, я нисколько не пострадал. Я даже еще думаю, куда бы еще вот что-то девать, потому что вот для меня это уже даже многовато, как бы всего этого на мне надевано. И, ну, действительно, люди же начинают гораздо лучше себя чувствовать, когда перестают эту убиенную пищу есть. Поэтому и в христианстве же известно, да, что все вот очень такие вот какие-то святые личности, они же очень аскетичные образ жизни вели в плане питания, да, и каких-то таких вещей. В конце концов, например, виническая культура вообще говорит, что люди, которые занимаются духовными практиками и донесением, да, как и каких-то духовных вещей для людей, вообще обязаны пить только воду. Вот. Когда вот я спрашивал свою девушку, знакомую, там, находящуюся вот в Исконе, да, в обществе сознания Кришны, я ей жаловался, говорю, что вот, ты знаешь, мне в дороге очень трудно найти какой-то там травяной чай или там эти компотики, потому что все время пихают этот кофе там, да, она на тебя смотрит, говорит, Илья, о чем ты говоришь, ты вообще браман, ты должен вот такую воду пить. Какие компотики, говорит, ты чего тут, говорит, жалуешься мне? Так что иди отсюда и не жалуйся. Очень жестко так со мной. Молодец, но это же правда. Я знаю, что вот у меня есть знакомые преподаватели по йоге, они тоже, они пьют только воду. Это описано в очень древних текстах, более 15 тысяч лет назад. Люди, которые другим несут духовные дисциплины, должны очень аскетично себя содержать. Серьезный вызов мне? Нет, но это же в любой традиции есть, это понятно. Да, 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 да. Просто не особо имеет значение, да, то есть в каком, грубо говоря, русле-то находится этот аскетизм. Но я считаю, вот Мочери действительно сказал, что чистота духовная напрямую зависит от чистоты вообще. То есть уровень саморазвития, он напрямую зависит от чистоты. А это чистота и тела, и мысли, и так далее, и так далее. Сегодня такой особый день, когда мы с тобой беседуем, потому что это Страстная Пятница, день, когда вспоминается смерть Христа. Как Христа ты воспринимаешь для тебя? Он кто? И чему ты... Для меня это, конечно, такой вопрос непростой. Я сугубо промокичный человек. Более всего, наверное, в Библии на меня похож Фома, да, неверующий. Пока вот пальцы не вложу, не уверую, грубо говоря. Для меня даже не столь важно, существовал ли Иисус на самом деле или нет. Я ведь не знаю, да, как говорится, не видел, за руку не держал и так далее. Но для меня это не столь важно. Гораздо важнее то, что Он принес, да, посредством Него было принесено людям. Это точно так же, как, наверное, не очень, наверное, удачный пример, да, но другого вот я не могу подобрать. Грубо говоря, есть библиотекарь, ты приходишь в библиотеку и просишь книгу, да, например, там. А он тебе взял эту книгу вот с полки, взял, принес и дал. Так вот, смысл же в книге, которую ты просил, да, так вот Иисус это библиотекарь, который взял из библиотеки книгу и донес ее людям, знания, да. И по сути не столь важно, да, то есть, что его личность, его жизнь служит как раз примером, все, что описано, да, именно примером, каково это может быть. Ну, мне кажется, что человек, чтобы понять суть, да, вот жизни Христа и, собственно, все, что произошло с ним, он действительно должен был дать духовным опытом, сам человек, чтобы осознать величину этого вообще поступка, да, вот и зачем это было сделано. Потому что очень по-разному люди это воспринимают. И тот, кто не понимает и пытается осознать это просто умом, да, ну, как бы, он же, каждый человек сообразно себе, да, это как бы пытается понять, со своей колокольни, ну, говоря, со своего уровня. И это понимается очень на разных уровнях. Потому что мы, когда, я когда начал читать вот так всерьез, да, Библию, мы начали ее читать с моим другом примерно, когда мне было 22 года. Очень так всерьез взялись прямо по каждому, по абзацу, вот прямо вот несколько раз от корки до корки мы сидели, обсуждали это часами на балконе с ним. И прям перерывали все, там, лезли во все источники, там, и так далее, там, все апокрифы прочитали, и так далее. И мне казалось, что я так все хорошо понимаю. А потом прошло буквально лет 5-6, я еще раз вот перечитал все Евангелие и вообще по-другому все понял. А потом еще через 5 лет, вообще все по-другому. И я понимаю, что это можно читать каждые 5 лет вот так вот до конца жизни и все время что-то большее и большее и большее для себя понимать. Потому что, и это, наверное, в каждом тексте, который содержит какие-то вот такие вот духовные знания. Потому что это зависит от читающего, а не от текста. И поскольку он меняется постоянно, то каждый раз, если текст написан из сутевого и сто из вечности, то каждый раз ты прочитываешь и находишь что-то новое. Да, конечно. Я продолжаю эту метафору. Мне кажется, Иисус такую книгу выдал человечество. Повесть о настоящем человеке. Да, да, что-то в этом роде. Это, кстати, было бы очень здорово, на самом деле, так вот назвать. Правда? Скажи, пожалуйста, у тебя такой вызывающий сценический псевдоним. Мы даже не знаем, как в нашей группе, которая готовит эту программу, как там указать-то тебе по фамилии или по псевдониму. Почему ты такой выбрал? Это, кстати, тоже история, в общем-то, непосредственно связана с Иисусом Христом, можно сказать так. Подозреваю. Это история с дворового моего детства. Дело в том, что у меня всегда было обострено чувство такой справедливости в детстве. И в школе я замечал такую историю, что учителя, наши школьные, очень хорошо относились к откровенным подонкам. Только потому, что они внешне пытались соблюдать какую-то правильную перед ними картину. Они приходили в отглаженных рубашках, в правильно завязанном галстуке и так далее. Хотя они были настоящими подонками. И сейчас они практически все, кто в тюрьме, кто на кладбище. И учителя к ним очень хорошо относились. Вот Дима, посмотрите, какой он аккуратный, к нам тролевали, обращается вежливо. А Дима, который торговал наркотиками по всем дворам, он приходил и говорил, «Здравствуйте, Маргарита Сергеевна, конечно, как ваше здоровье» и так далее. А к людям по-настоящему праведным, а были такие ребята среди нас, они относились плохо. Потому что человек праведный уже в том возрасте, для него не столь важны были внешние вещи. Поэтому он больше обращал внимание на внутренние. И он, может, приходил с криво завязанным галстуком, и, может, даже не в рубашке, а в свитере каком-то драном и так далее. Для него это не имело значения, как и для меня, например. Но к нам относились очень плохо и все время ставили в дурной пример. И среди таких людей был у нас парень в соседнем дворе, у которого была кличка «Черт». Вот так вот, дворовая. Он был такой взлохмаченный, весь такой. Он действительно был похож внешне. И он был очень интересным человеком. Он уже тогда все время что-то говорил о Боге, он говорил о мироздании. А мы такие еще были лопухи, мало чего понимали, но мне было очень интересно. Я очень хотел с ним пообщаться, вздружиться, а это было сложно, потому что вражеские дворы. И не успел, потому что он трагически погиб. И вот пометуя об этой ситуации несправедливой, я взял в память о нем себе эту кличку «Черт» и сказал, что я понесу ее через всю жизнь для того, чтобы сместить со своей дороги тех людей, которые будут меня воспринимать только по имени. И в конце концов, когда потом в 16 лет я прочитал Евангелие первый раз, я нашел прекрасную фразу, собственно, которую оформило вот все мое к этому отношение, где написано, что «Узнайте дерево по плодам». И поэтому вот меня, я встречал таких людей, действительно, например, очень яркий пример был с Жанной Бечевской, с которой я пересекся на телепрограмме, которая, в общем-то, является вроде бы глубоко верующим человеком, и она была вот, мама моя была поклонницей ее творчества и так далее. И она, когда нас представили, а я пришел вот в какой-то черной майке с такой, с татуировками, да, у меня какое-то такое лицо индейца было здесь, что такое татуированного, и она говорит, вот черт, и она сразу так, она меняла пальцем, она такая, да в нем же бесоняя, посмотрите, там, он дьяволу служит, отчитку ему надо, там все, и так, и как погнала, а я так сижу и думаю, боже, какой ужас, какой ужас, сколько же в ней ненависти, злобы, и все такое, я просто, я даже испугался ее, вы знаете. И вот для меня это был показательный, конечно, случай, просто вот Жанна была очень радикальным примером этого, но очень часто встречались люди, которые, зная, что меня зовут, вот у меня кличка черт, они говорят, ой, мы человека с такой именем, мы там, например, в программу не возьмем, да, или там, вот в эфир нам не надо и так далее, там, или на фестиваль, не-не-не-не-не-не, и я сразу говорю, мне-то с вами тоже не по пути, ребят, слава богу, что вы сами себя выдали. Эта кличка очень хорошо на меня работала всю жизнь. Класс, ну, ну, раз мы здесь вместе, и в такой день, я думаю, что, значит, есть возможность и, может быть, мудрость идти за пределы слов для того, чтобы в самую суть попасть. Слушай, я хотел тебя спросить вот о чем, куда сейчас идет человечество. Вначале ты начал говорить об этом немножко, ты так уверенно сказал, что это время перемены, пробуждений и так далее. Иногда в это хочется верить, и внутренне я чувствую и верю, потому что я встречаю людей, которые пробуждены или пробуждающиеся. И на этой программе чаще всего, честно говоря. Удивительно. Но как-то в общей массе я смотрю, что люди очень отождествились с миром форм, люди находятся в какой-то такой загности и совершенно сумасшедшей скорости, и они говорят, нам некогда заниматься этими дурацкими вечными вопросами, вашими молитвами, медитациями. Куда человечество идет сейчас? Я бы не сказал себе так, потому что все больше людей начинают интересоваться этими вещами. Знания только начинают просыпаться. Они просто нам достались издревле, как говорится, все. И люди не очень понимают, зачем это все нужно. То есть утерялось, вот говорю, смысл, цель, мотивация всего этого. Но в нашей стране все-таки вот быт настолько тяжелый. Людей загнали в такие вот рамки выживаемости. И какой-то идиотической такой соревновательной составляющей, когда надо быть самым известным, самым успешным, самым богатым и так далее. Потому что, говорится, когда государством правит праведный царь, все государство становится праведным. Потому что это человек, на которого все равняются. Поэтому очень важно, чтобы люди, которые стоят в управлении другими людьми, подавали пример в этом. И объясняли, зачем эти вещи нужны. Все-таки на старшего товарища, на какого-то лидера всегда смотрят. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что люди в мире вообще все равно, все больше и больше начинают разумом быть готовы к каким-то объединениям. Это видно уже в последний век буквально, что Европа стерла границы между государствами в Европе. Что сейчас, например, все больше и больше стран начинают переходить на безвизовый режим. Что можно просто купить билет и поехать. Я вообще буквально 20 лет назад не припомню такой страны, чтобы можно было из России, из Советского Союза, куда-либо поехать, просто купить билет. А сейчас тех стран больше 20. Я думаю, что через 10 лет их станет 50. Но это в большей степени социальные явления и... Нет. Это искреннее внутреннее желание людей жить одной семьей. Это правда. Потому что мы все хотим, и нам всем интересно, как живет сосед. Может, у него там, например, макароны вкуснее. А как интересно. А вот он какие-то там что-то там бормочет себе под нос перед сном. А зачем он это бормочет? А что он бормочет? Я тоже хочу узнать это. А способ какой узнать? Пойти к соседу, подружиться с ним, да? И, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Поэтому люди все равно стараются объединиться. Они понимают, что за этим будущее. Потихоньку будут стираться границы между государствами. Не нужно этого пугаться, потому что самобытность и культура не исчезнут. Все равно, да? Вот, например, Европу возьмите. Италия все равно осталась Италии. Германия осталась Германией. Ну, немцы и итальянцы могут спокойно между собой, ну, ездить как угодно, да? Там нет же границ. То есть, табличка стоит, вот, началась, кончилась Италия, началась Германия. Но ведь они не слились в одно какое-то. Культура остается. Все остается то же самое. Это все на планете должно произойти в общем. И есть просто люди, какие-то там культуры и государства, которые этому мешают. И, безусловно, на них концентрируется вся какая-то вот негативная реакция, да, всех остальных жителей планеты. Потому что все понимают, что они там нас оттаскивают назад, тащат назад, не дают идти вперед и мешают и так далее. Но все стремятся к этому объединению. И объединение коснется всего. Вот о чем я говорю. Оно коснется не только социальных каких-то вещей, да, и политики. Оно коснется и религии. Все равно люди никогда не смогут до конца примириться, пока, вот, да, это все не будет единой основой всех религий. Пока все религии не признают, что все религии говорят об одном и том же. Пока этого признания не будет, все равно будет повод для раздора. Вот, скажем так, будет повод для войны всегда. Насколько я знаю, очень многие высокие, например, там, занимающие высокие посты в буддизме, да, например, ламы, откровенно и официально уже говорят, да, прилюдно, что, например, буддизм как учение скоро исчезнет на планете. Не потому, что оно перестало быть актуальным, а потому, что они сказали, что буддизм выполнил свою задачу. То есть мы сохранили это знание, эти практики духовные, пока вот были вот темные времена, вот эти все. Но сейчас планета будет просыпаться духовно, и будет духовное единое знание о душе. На смену религии должно прийти знание, практически применимое, совершенно разумное, преподаваемое изначально с детского садика, со школы. Поэтому, говорит, буддизм становится просто не нужен, мы все будем уходить добровольно. Как тебе кажется, христианство уже выполнило свою задачу или еще нет? Мне кажется, это произойдет естественно, без всяких потрясений. То есть не нужно специально ничего удалять, да, уничтожать и так далее. Оно естественно произойдет, очень мягко. Просто когда люди начнут просыпаться, да, духовно, они будут осознавать все эти истины, они поймут, например, те вещи, которые, скажем, не очень отражают суть дела, например, да, в конкретных религиях. Например, уже слишком много людей уже знают о реинкарнации, да, ну слишком много. Тому есть столько примеров опыта, да, и мало того, даже есть практики, которые позволяют это вспомнить, да, ну совершенно конкретные практики. Как говорится, бери гантелю, хочешь убедиться в этом, возьми, сделай эту практику, ты убедишься в этом, что ты жил не только в этом теле. Ты мог быть очень многими, да, людьми до этого, там, и даже животными и так далее. Чтобы, например, понять, что в животном и в человеке одна и та же душа, тоже многого не надо. То есть есть конкретные практики, которые позволяют это сделать. Практики. Не обязательно верить на слово. Вот. Прошло время, когда нужно было просто верить на слово. Наступает время, когда все можно проверить. Классно. Классно. Я попрошу тебя, в завершении, песню, которая наиболее созвучна сейчас тебе, твоему состоянию, моменту настоящему. Вот как раз об изменениях. Можно так шуточно сказать, песня про 2012 год. Правда, и дороже, Алина, кличешь беду. Мы остались стоять, мы не приняли тьму. Вспоминали слова, оставляли дома, Достелились по земле и по ветру тропа. Вым-вы-вы-вы-вы-вы-вы. На девятый день вспоминали бойцов. Шло зверьё по головам, не считая голов Языками мили, сеть обмана плели Распускали слух, что не будет зимы Энгаря Ветрам северным, радость по-равну Всё отмечено, всё по-новому И не лежат ключи числом до семи От золотых дверей небо осили Субтитры создавал DimaTorzok Закрывались глаза, пальцы кликали По иконкам шальным, с пустыми никами С пьяной жизнью орала песню взборную Но путь отмечен, и всё по-новому И отправлялись в полёт С ветром дневницы Птицы, крылья, ковбой Правью светят сам Собирайтесь, зерна, будет досыта Долинам перелёт, выпал осенью Ветрам северным, радость по-равну Всё отмечено, всё по-новому И не лежат ключи числом до семи От золотых дверей небо осили Субтитры создавал DimaTorzok Вот Классно, спасибо Ты знаешь, я уже минут 15 как практикую, предложен тобой практику Поэтому я сижу и играю на гитаре, у меня руки в татуировках А ты, соответственно, если ты это я, значит ты сидишь в рясе и задаёшь Илью вопросы Так и есть Прикольно вообще Спасибо тебе за участие в нашей программе Спасибо Спасибо